Здравствуйте! В эфире программа «Правительственная связь». И сегодня в студии национального телевидения ЧУАШи председатель правительства Республики Иван Борисович Моторин. Добрый вечер, Иван Борисович! Здравствуйте! Спасибо, что пришли. Рост промышленного производства в 2013 году меньше, чем ожидается. По другим данным высказывается более резкое мнение о том, что даже не замедленный рост, а совершенно явственный спад экономического производства. Заметно было сокращение, особенно в первом квартале. С тех пор ситуация как-то выровнялась, удалось ее переломить? Или мы по-прежнему в сложном положении находимся? Пока роста промышленного в Республике нет. Соответственно, если сравнивать цифры к прошлому периоду, индекс составляет 89%, соответственно, наблюдается спад промышленного производства. Если отметить какие-то положительные тенденции, мы видим, что, как вы совершенно верно сказали, по отношению к первому полугодию мы растем в первом полугодии текущего года. Все-таки спад замедлился. Естественно. То есть, если это было примерно 20%, сегодня 11%. Но это говорит о том, что ситуация сложная. И чтобы нам ликвидировать то отставание, которое мы имеем сегодня к 2012 году, четвертый квартал должен быть таким стабильным для работы промышленности. И, соответственно, необходимо мобилизовать все усилия по всем видам деятельности в промышленности, чтобы мы могли данное отставание сократить. Какие-то прогнозы можно делать в этой ситуации? Когда удастся выровняться? Без прогноза невозможно жить. Прогноз, соответственно, есть. И прогноз, который делает правительство Республики. Мы ориентируемся на два варианта. Первый вариант – это чуть больше 100% закрыть текущий год. И такой консервативный прогноз – порядка 97% к предыдущему году. Что нам это может дать? Сокращение того отставания, которое мы имеем. Это работа, в первую очередь, предприятие промо-трактор-вагон, так как все помнят, что в октябре месяце из-за конъюнктуры на рынке оно было вынуждено уйти в простой. И, соответственно, мы не имели производства вагонов в октябре, ноябре и декабре. Или небольшое производство. Сейчас предприятие стабильно работает. В прошлый месяц было произведено 400 вагонов. Планируется до конца года выйти около 500 вагонов в месяц. Соответственно, это даст серьезную прибавку к индексу. Есть отставание химической промышленности, которое, в первую очередь, было связано с незаключением контрактов гособоронзаказа. И они планировали выйти на заключение договоров во второй половине года. Сегодня тенденция переломилась пока в лучшую сторону. Я надеюсь, что тоже будет прибавка по индексу. Ну и, соответственно, те отрасли, которые в первом полугодии традиционно раскачиваются, так как более такой объемный заказ, и исполнение его чаще всего занимает несколько месяцев или до полугода. Это, в первую очередь, касается электротехники. То есть у них, соответственно, в начале года они немножко медленнее раскачиваются, но в конце года идет энергичная сдача своей продукции на объектах и, соответственно, прибавка к индексу промышленного производства. Вот, наверное, это основные факторы, на которые мы надеемся. — Иван Борисович, давайте все-таки вернемся к промтрактор-вагону. Когда его устроили, когда его запускали, с ним связывали очень большие надежды, очень грандиозные планы. Все-таки Канаж — это моногород. И от промтрактора-вагона зависит практически половина его благосостояния. Какие-то еще способы поддержать канажцев в этой ситуации, в этой сложной есть? Вы говорили о том, что войти в программу «Моногорода», запустить какие-то другие интересные проекты. — Ну, ничего сегодня не изменилось по вопросу именно промтрактора-вагона. Это замечательное предприятие, которое сегодня олицетворяет промышленный облик города Канаша. Оно лидер и по занятости, это свыше 2000 рабочих мест, объемом производства. Даже вот в такой сложной рыночной ситуации, которая сложилась с производством вагонов и с ценой на них, чтобы было понятно, что за текущие 8 месяцев падение перевозок составило по республике свыше 17,5%. То есть это смотреть только в разрезе региона и в целом по России. Мы видим, что идет замедление этих тенденций именно в промышленном производстве. Ну и, соответственно, как фактор перевозка товаров. Да, но промтрактор-вагон напрямую зависит от этого. То есть, соответственно, снижается активность основных потребителей продукции. Но, тем не менее, данное предприятие работает и производит продукцию. И я, в общем-то, не сомневаюсь, что данная организация будет в будущем устойчиво развиваться и найдет своего потребителя в любой ситуации. Так как там внедрена современная система, современное предприятие, я думаю, что все будет нормально. Что касается в целом города Канаша, там есть, помимо этого, ряд других проблемных предприятий. В целом, это Канашский автоагрегатный завод, который входит в группу компаний «ГАЗ». И собственники «ГАЗа» занимают довольно жесткую позицию к своим подразделениям, которые территориально находятся в стороне от основной базы. Основная база – это все-таки Нижегородская область. И там планируется в дальнейшем оптимизация площадок. Это они не скрывали и в 2008 году. Диалог идет и в текущее время. И мы все сегодня видим, что есть неполная рабочая неделя, есть снижение объемов. И, соответственно, здесь необходимо работать в первую очередь по инвестиционным планам, которые можно реализовать на данной площадке. В целом, Канаш всегда был привлекательным для инвесторов, так как это узловая станция. И помимо таких крупных проектов, как промтрактор «Вагон», всегда реализовывался небольшой средний бизнес. В последнее время пришли иностранные инвесторы. Вы знаете, был запущен. Запущен в первую очередь, довели заводы по переработке овощей. Есть предприятия, которые сегодня вводят вторую очередь уже по производству мелкоштучных изделий для той же вагонной техники. И они, если первую свою очередь строили в приспособленных помещениях, сегодня дан старт строительству небольшого, но нового завода по изготовлению данных деталей. То есть, собственно, Канаш уже перестает быть моногородом в худшем понимании этого слова. Совершенно верно. То есть, инвестиционно активность предприниматель и в городе, и вне проявляет. Должен быть запущен завод «Аурат», это по производству колагулянта. И в первую очередь, когда принималось решение по строительству этого завода, он ориентировался не на наш рынок, а на рынок Татарстана. Почему был выбран Канаш, это как бы под брюшем Татарстана есть возможность всегда подвезти по железной дороге, по автомобильным дорогам продукцию. Ну, а рабочая сила квалифицирована, соответственно, понятны цены на строительный материал и на строй подряд. И, соответственно, было такое решение принято. Вы сказали о КИПе. КИП – это комплексный инвестиционный план моногорода у нас разработан. Защиту он прошел в Минрегионе. Сегодня мы включены в перечень девяти городов, которые рассчитывают на поддержку. Буквально за последний месяц прошло несколько совещаний. На уровне правительства Российской Федерации, в частности, председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев дал поручение изыскать на этот перечень городов уже в текущем году средства порядка четырех миллиардов рублей. Мы, соответственно, подготовили необходимые документы. И сегодня они направлены в соответствующие ведомства и, самое главное, в рабочую группу, которая в конечном счете принимает решение, допускать город к финансированию или нет. Проекты свыше 500 миллионов рублей мы рассчитываем получить на инфраструктуру. Если средства в соответствии с поручением председателя правительства будут найдены, то, во всяком случае, республика готова сегодня работать. С нашей стороны все готово. С нашей стороны все готово. Иван Борисович, Вы упомянули о некоторых новых инвестиционных проектах. А каким образом удается поддерживать имидж республики как привлекательные с точки зрения инвестиций? Потому что очень многие регионы сейчас говорят об инвестиционном спаде. О том, что активность, в общем, довольно заметно снизилась. Это видно и по нашим цифрам. Если брать итоги полугодия, 67% индекс по инвестициям в соответствующем периоду. По 7 месяцам он чуть выше стал. То есть 72,8%, по-моему, процента. Но, если говорить в целом, фон инвестиционный, конечно, сложный сегодня. Не только в республике, но и в целом в Российской Федерации. Это отмечают все ведущие экономисты. Соответственно, и Минэкономразвитие. Были выданы новые прогнозы и по замедлению промпроизводств, по замедлению в целом экономики. И в том числе инвестиционной активности. Что делается в республике у нас? В первую очередь, это связано с тем, что инвестиционный процесс имеет временные рамки. То есть от договоренности до реализации проекта проходит, естественно, довольно серьезный промежуток времени. Зачастую это годы. И та работа, которая была сделана и в предыдущие годы, и за последние 2-3 года, она должна проявиться в конкретном результате. Поэтому, в первую очередь, это возможность доступа к инфраструктуре, то, что требует инвестор. Понятные условия по выделению земли, потому что сегодня земля является первоисточником к принятию решения об инвестировании в тот или иной регион. Ну и второе, это возможность диалога власти и предпринимателей. Вот основные критерии, которые бизнес-сообщество предъявляет в любом регионе. Чуваша здесь не имеет каких-то особенностей. Ну а детальная проработка, уже работа с каждым инвестором, это индивидуально должны здесь работать и муниципалитеты, и, соответственно, профильные министерства. То есть, вот два предприятия, которые вступили в строй действующих в этом году, это Ядрин молоко и Траковская керамика, можно привести в качестве примера успешного диалога между инвестором и властями. Ну это наши предприниматели, которые не первый год работают, соответственно, на рынке. И в каждом случае принимались индивидуальные решения, в том числе с участием правительства республики. Если это касается Ядрин молока, то данный проект получает поддержку в рамках указа президента Чувашской республики о поддержке переработчиков сельхозпродукции. И, соответственно, процентная ставка, полученная по кредитам, субсидируется. Компания ТУЗ участвует в программах жилищных, которые реализуются с участием и федерального фонда, и, соответственно, с привлечением иных источников для развития этого бизнеса. Поэтому без взаимодействия невозможно реализовать такие крупные, серьезные проекты. – Иван Борисович, много говорили, много размышляли, много тоже строили планов и прогнозов о том, как будем жить в новых условиях вступления России в ВТО. Как чувствуют себя наши бизнесы, наши предприниматели, может быть, сельское хозяйство? Кто-то почувствовал какие-то сложности или пока все ровно? – Ну, это такой интересный вопрос у нас постоянно, когда мы затрагиваем эту тему. Она затрагивалась и на форме последнем нашем чебоксарском экономическом. Проходили несколько встреч в торгово-промышленной палате, на уровне министерств. И сегодня, конечно, преобладает пока негативное восприятие вступления в ВТО. Хотя очень много и неплохих примеров, и вот в том числе на диалоговых вот этих площадках, которые я рассказал, как раз и приводились примеры, когда там были какие-то заоблачные пошлины на продукцию в третьих странах. А сегодня вот с вступлением в ВТО, соответственно, как бы мы имеем равные площадки для доступа. Но я и скажу из чего. Сегодня в Российской Федерации вот за последние 20 лет выросли издержки по всем направлениям. То есть мы сегодня не имеем каких-то конкурентных преимуществ в производимой своей продукции. То есть если брать электроэнергию, она у нас прилично стоит. Если брать какие-то топливные затраты, прилично стоит. Если брать инфраструктурную доступность, это в виде транспорта, логистики, она у нас не лучше ведущих стран. И, соответственно, говорить о том, что сегодня мы можем произвести конкурентную продукцию без наличия каких-то своих уникальных технологий, об этом, наверное, сложно говорить. Соответственно, мы чаще всего продаем или сырьевые товары, которые, к сожалению или к счастью, не касаются Чувашской республики. Или продаем товары, которые весьма сильно сталкиваются на чужих рынках с конкуренцией. То есть это продукция, допустим, машиностроения. Да, наш ряд предприятий работает и продают свою продукцию за рубежом. Но они уже сегодня с вступлением в ВТО почувствовали конкуренцию и на своем рынке. В первую очередь, как ни странно, это проявилось даже не по новой технике. Мы сегодня очень много отставили на федеральном уровне позицию наших предприятий по защите рынков от поддержанной техники. Когда просто вал и тракторной техники, и какой-то специализированной, в первую очередь, с Европы, хлынул на российский рынок. И вот примеры только по компании «Сейсполь», которая производит специализированную технику. Они делали анализ довольно глубокий. За последние пять лет более чем в два с половиной раза увеличиваясь ввозной поддержанной техники по их номенклатурной группе. И это говорит о том, что, соответственно, где-то сокращается наше российское производство. Ну, такое счетивое. Я считаю, что мы, к сожалению, не очень пока подготовлены к защите своих интересов. В первую очередь, это, наверное, касается федерального правительства, своих производителей. И сегодня то положение, которое есть, замедление, в том числе экономического роста, промышленного роста, возможно, и сказалось вступлению в ВТО. Первые, кстати, такие итоги вступления в ВТО на первом этапе, они сказались именно по группе товаров сельхозпроизводителей. Приводилась статистика, когда значительно выросла импорт пальмового масла, свинины, по мясу птицы. Резко одно время упали цены на свинину. Был такой вот довольно тяжелый период. Сегодня можно пока констатировать, что по основным направлениям сельхозпроизводства ситуация довольно стабильная с ценами. Цены, в большей части, рентабельны для сельхозпроизводителей. Это касается и мяса птицы, свинины, зерновых. И, соответственно, формы поддержки на уровне правительства российских и от региональных правительств, они в целом не сократились. Может быть, изменились какие-то направления формы поддержки. Сегодня главное товаропроизводителю в первую очередь разобраться в этих направлениях и более эффективно выстраивать свой бизнес. Потому что акцент сделан именно на здоровую экономику, в том числе и в хозяйственном бизнесе. Здесь нужно сельхозпроизводителем понимать тогда, куда он вкладывает, чем занимается, выбирать где-то специализацию и планировать свои расходы. Но ситуация по текущему году больше, наверное, ударила по сельхозпроизводителям. Это погодные условия. В Чувашии это засуха, на Дальнем Востоке это наводнение. То есть больше катаклизма природы, чем в ВТО. По крайней мере, в 2013 год можно говорить об этом так. Хорошо. Промышленность мы обсудили, сельское хозяйство обсудили. В предпринимательстве как обстоят дела? Это обсуждалось, наверное, с конца прошлого года, что идет сокращение индивидуальных предпринимателей, сдача своих свидетельств. Это отразилось и в Чувашской республике. Мы какое-то время даже были негативным лидером по данному направлению в ПФО. Но в целом, я думаю, что нужно оценивать это занятость в этом секторе экономики и налоговое поступление от малого и среднего бизнеса. Два этих показателя они не сократились за этот период. Это говорит о том, что люди не ушли в тень, люди не разбежались, не перестали заниматься предпринимательством. Просто они сделали свой осознанный выбор. То есть произошло такое перераспределение? Вероятнее всего так. По крайней мере, и эксперты, и отраслевое министерство говорят о том, что где-то стало выгоднее быть не индивидуальным предпринимателем, зарегистрировать микропредприятие, кто-то ушел на какие-то контрактные взаимоотношения. Если раньше он числился предпринимателем на рынке в сфере другого предпринимателя, то сегодня взаимоотношения переоформлены на другой основе. Я еще раз подчеркиваю, это показатель занятости. Занятость не сократилась в целом по сектору. И, соответственно, те доходы, которые получают местные бюджеты, региональные бюджеты, они тоже не сократились по этой сфере. Поэтому бизнес работает. Но это не говорит о том, что об этой теме не надо говорить. Нельзя забывать о том, что все-таки страховые взносы, данный вопрос постоянно поднимается. На уровне правительства Российской Федерации у нас в регионе. Это серьезное бремя для малого бизнеса. И здесь нужно принимать взвешенные решения. Началась осень, начинается, практически уже начался отопительный сезон. Но вот очень много нерешенных вопросов осталось в взаимоотношениях потребителей и поставщиков. Долги у нас растут с каждым годом. Причем таких цифр уже достигли, что даже произносительно расстрашно. Как в этой ситуации, какие меры будет принимать правительство? Какую вы занимаете позицию? Вы совершенно верно отметили, что в конечном счете, если измерять данные взаимоотношения именно денежными претензиями всех участников, можно отметить, что в этом году был очень сложный выход из зимнего затопительного периода к лету, когда очень приличные были долги взаимные. Управляющие компании были должны ресурсоснабжающим. Ресурсоснабжающие должны были перед газовиками и энергетиками. И, соответственно, очень медленно шло погашение данных долгов. Чаще всего в предыдущие годы обычно основные игроки рынка к лету подходили уже с текущей задолженностью, соответственно, с графиками, которые устраивают всех игроков рынка. В этом году было сложнее. По ряду организаций пришлось... Ну, прошу прощения, перебью. Долги за тепло превысили 2 миллиарда рублей, за газ – 250 миллионов. 2 миллиарда – это не критическая сумма. Я приведу только отгрузку по КТ, им отгружает ТГК-5. И сумма отгрузки тепла, услуг горячего водоснабжения между ТГК-5 и коммунальной технологией в несколько раз больше этих 2 миллиардов. По крайней мере, цифры были такие. То есть, соответственно, задолженность, в общем-то, она понятна, то есть она считаема. Другой вопрос – именно добросовестные игроки на рынке, да, там, организации, которые свой процесс организовали в таком правильном русле, они видят экономику своей компании, понимают, когда они рассчитаются по своим долгам. Это одна группа, соответственно, организаций и другая группа организаций, которые нацелены зачастую не на добросовестную работу на рынке, а на какие-то сиюминутные выгоды. Это относится не только к управляющим компаниям, там наиболее ярко это видно, так как они в большей степени распоряжаются не своими, а чужими деньгами, да, полученными за те услуги, которые в конечном счете оказывают в первую очередь не они, а поставщики этих услуг. И, соответственно, если идет сбой в возврате этих средств, он ярко виден. И что самое страшное в этой сумме, вот, которую вы назвали, допустим, 2 миллиарда, там надо смотреть именно просроченные задолженности, текущие задолженности, то есть сколько просрочен, там, свыше месяцев, свыше двух, там, месяцев, там, и так далее. То есть если эти долги, вот, именно, так скажем, укладываются в текущую задолженность, да, это не страшно, мы сами с вами, получая услугу, мы оплачиваем услугу, которую уже получили, потому что мы вносим свою плату за предыдущий месяц, там, до 10-15 числа, соответственно, пока эти деньги дойдут вот непосредственно до тех, кто оказал эту услугу или участвовал в оказании ее, ну, понятно, что по их отчетности мы уже им должны, по крайней мере, у газовиков она формируется, там, на начальную дату, да, там, и, соответственно, практически невозможно, чтобы у территории был ноль по долгам перед газовиками. Они всегда будут. Но вот надо смотреть, текущая задолженность, или это задолженность, которая невозможна к взысканию. Я вот обычно всегда пример привожу города Шумерли, когда есть управляющие компании, которые обанкротились, списаны МОП теплоэнерго порядка 80 миллионов рублей, а газ потреблен, то есть надо рассчитываться. И понятно, что эти деньги уже невозможны к взысканию. И здесь, естественно, для тех же газовиков, для них это серьезный вопрос, как и кто будет возвращать данные средства. То есть вот это наиболее, наверное, опасная составляющая в этом процессе. Я думаю, что 2013-2014 год тоже будет нелегким, хотя все основные службы подготовились к отопительному сезону. Мы понимаем, что с каждым годом увеличивается износ сетей, есть где-то недофинансирование инвестиционных программ, где-то несвоевременность их исполнения. Возможно, более высокие потери в сетях, которые ряд компаний сегодня имеют, работая на этом рынке. Все это сказывается и на качестве услуги, и на их финансовом, в первую очередь, состоянии. Но здесь, я думаю, работа одна вместе с общественностью, вместе с населением, в первую очередь, и муниципалитетами. По каждому конкретному случаю, скорее всего, какого-то другого результата положительного будет получить тяжело, если мы будем только созерцать со стороны за данным процессом. Я напомню, что сегодня нашим собеседником был председатель правительства Чувашской республики Иван Борисович Маторин. Спасибо большое. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok